Всем привет! Сегодня хочу показать вам рецепт своего хлебушка для хлебопечки. Я сейчас практически не покупаю уже хлеб, а пеку его сама. Получается хлеб очень вкусный, равномерно пористый и его главное преимущество то, что он практически не крошится. Готовится хлеб проще простого. Главное соблюдать поочередность продуктов, которые мы будем складывать в хлебопечку. Для начала я крашу дрожжи. Вы знаете, я всегда использую живые дрожжи. Можно, конечно, заменить их и сухими. Наверх на дрожжи сахар и слегка тепленькую водичку, где-то градусов 35-36. Наверх на водичку у меня пошла мука. И теперь мне нужно добавить в совокупности 30 грамм сметаны с маслом. Я обычно кладу по 15 грамм. 15 грамм сметаны, 15 масла. Либо можно полностью заменить сметаной. Но мне так кажется вкуснее. Наверх сюда где-то столовую ложку растительного масла. И соль на самый верх. Ставим на замес. У меня это будет режим обычный классический. Там, по-моему, 3 в 18. Он печется полностью со всеми, с двумя подходами. И замешивается вот такой вот небольшой колобочек. Когда тесто вымешается, оно перестанет абсолютно липнуть к стенкам. И вот получится вот такой вот небольшой колобочек теста, который чуть больше кулака. А из него вырастает вот такая вот красивая буханочка. Которая печется. Я обычно ставлю на самую темную корочку. Она у меня все равно не получается самая темная. Это у меня самая темная корочка в моей хлебопечке. Вот такой вот глухой звук. Очень-очень-очень вкусный хлебушек получается. Обязательно попробуйте. Сейчас мы его разрежем. Это у меня уже вчерашний хлебушек. Потому что сегодняшний нужно накрыть полотенечком. И дать ему полностью остыть. Хорошо, если на решетке. А если нет, то просто его несколько раз переверните, чтобы он не запрел снизу. И уже можно кушать после того, как остынет. Очень вкусно. Обязательно попробуйте. А с вами как всегда был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.